Друзья, привет! Я продолжаю свой гайд по моду Industrial Craft Experimental. Сегодня расскажу про механизмы. В этом моде просто огромнейшее количество механизмов, как я уже говорил. Но я рассмотрю самые нужные, самые популярные механизмы. По остальным, возможно, сниму какое-то отдельное видео. Так, давайте посмотрим. Вот у меня тут система. Собственно, какие в системе я у себя использую механизмы. Самые основные. Прежде всего, это, значит, у меня дробилочки. Так, это электропечки. Очень полезные штуки здесь, без которых невозможно обойтись. Это металлоформовочный механизм. Где-то здесь у меня компрессор. Экстрактор. Так, еще есть такие штуки наполняющие. Вот, ну, а не чуть попозже. Так, давайте рассмотрим, зачем нам нужны, собственно, дробилки, электропечки. Ну, электропечки, я думаю, это самое понятное предназначение. Потому что это есть, в принципе, аналог и в ванильном Майнкрафте. Да, когда нам нужно, например, там пожарить говядину. Банально. Вот. Эта версия электрическая просто все это делает не за счет угля, да, а за счет электричества. Вот и все. Кроме того, работает электрическая печка намного быстрее, чем обычная печка, например, на угле. Кроме того, электропечку можно ускорить с помощью таких вот модулей. Здесь вот у меня стоят 16 штук и, соответственно, какие-то крафты, какие-то, которые используются там. Ну, например, возьмем какую-нибудь банальную руду. Наверняка у меня есть руда, конечно. Ну, вот, пожалуйста, переплавить руду, да. Вот, сравните. Хоп. Насколько это быстро происходит, да, с помощью, соответственно, ускорителей. Кроме того, у меня здесь подключены шины импорта из мода Applied Energetics. Если что, можете посмотреть, у меня на канале есть видео именно по, именно гайды по этому моду тоже. Вот. Здесь также у меня вот шаблоны уже готовые. Вот какие основные моменты я здесь использую, какие основные крафты я использую. Например, я плавлю песок, получаю стекло. Я плавлю булыжник, получаю камень. Вот у меня еще из разных модов, соответственно, крафты автоматические. Так, наверное, где-то здесь еще есть какие-то крафты. Ну, вот, пожалуйста, самые популярные крафты, которые я использую. Вот, например, даже говядину я здесь произвожу. То есть, по сути, это просто аналог обычной печки из ванилы, но намного быстрее работает. И работает за счет электричества. То есть, не надо никакое топливо поддавать. Дальше. Дробилка. В чем фишка дробилки? Фишка дробилки в том, что она, например, может увеличивать выход руды. Вот, например, у меня есть руда. То есть, даже, наверное, самая главная фишка. Вот у меня есть руда золотая. Если я засуну ее в печку, я получу, соответственно, один к одному. Одна руда, одно золото. Но, если я засуну дробилку, я буду получать, соответственно, вот такую вот измельченную золотую руду. Как видите, из одного золота я получаю, соответственно, две золотые руды. Что дальше я делаю? Кладу, например, золотую руду. Одну. И получаю один слиток. Итого получается, что из одной руды путем переработки в дробилке, а потом в печке, я получил два золота. То есть, один к двум. Это просто потрясающе. Вот. Кроме того, сразу, наверное, еще рассмотрим такую фишку. Как раз это в экспериментал версии появилось. Рудопромывочный механизм. Вот эту вот измельченную руду можно еще промыть. Так, ну, да, вот. Раз, оп, у нас измельчилось. Что это дает нам? Ну, давайте так посмотрим, так будет удобней. И, вот, если измельчить, мы также получаем золотую пыль. То есть, переплавляем, получаем руду. Кроме того, у нас еще получаются такие вот кусочки. Например, серебряной каменной пыли. Их, соответственно, тоже можно использовать потом для того, чтобы получить, вот, например, серебряную пыль. То есть, помимо того, что вы получаете, опять же, слиток золота, да, так же, как, например, при плавке в печке, вы какие-то еще дополнительные ресурсы получаете. Например, ту же можно медную руду также промыть и получить еще какие-то дополнительные такие кусочки. То есть, тем самым увеличивая выход. Ну, честно скажу, на сервере я особо этим не пользуюсь. То есть, если даже есть какой-то выигрыш, он там достаточно минимальный. Поэтому я особо с этим не заморачивался. Но если у вас ресурсов немного, рекомендую подумать об вот этом рудопромоечном механизме. Его обязательно нужно запитывать водой. Я использую для этого шину экспорта жидкостную из мода Applied Energetics. И дальше уже, как бы, крафт подаем. С помощью шины импорта я потом откачиваю продукцию. Все. То есть, достаточно просто. Он может принимать также ускорители для того, чтобы быстрее работать. Вот. Вот он достаточно быстро промывает. Вот он достаточно много, кстати, воды потребляет. То есть, если я правильно понимаю, на один крафт он требует одно ведро воды. Вот. Вот, пожалуйста. Все это производится. Потом забирается у меня в систему. Это уже на ваше усмотрение. Но мне, кстати говоря, рудопромывка, она незаменима для некоторых крафтов. Например, для получения каменной пыли. Вот. И для, например, получения очищенной измельченной урановой руды. Они тоже являются незаменимыми элементами для некоторых крафтов. Далее. Перейдем, наверное, к рассмотрению. Давайте стандартных таких привычных для нас вещей. Как, например, компрессор. Компрессор просто... Ну, кстати говоря, еще дробилка. Давайте еще про дробилку. Ну, она является, как бы, во-первых, возможностью, соответственно, увеличить выход каких-то ресурсов. Да, то есть, допустим, руды. Но она также является незаменимым элементом для крафтов некоторых. Например, чтобы получать, ну, скажем, токсичную пыль. То есть, она производится только таким способом. Можно получать нитку, кстати, из шерсти. Можно получать кремень из гравия. Можно получать костную муку из кости. Там выход больше будет. Вот. То есть, не только для того, чтобы увеличить продукцию. Да, можно и, соответственно, использовать как какой-то, по сути, единственный способ получения какого-нибудь предмета. Например, песок можно получить из булыжника. Компрессор также, по сути, просто является, как бы, промежуточным звеном в каких-то крафтах. Например, чтобы получить углепластик, вам нужно из углетткани сделать переработку в компрессоре. То же самое касается композита, энергетического кристалла здесь. Если в версии 1.4.7 мы просто крафтом получаем, здесь уже придется воспользоваться компрессором. Ну, то есть, по сути, это у нас компрессор является неким промежуточным механизмом для определенных крафтов. Вот здесь какие-то варианты я показываю, да, там сжатый угольный шарик, например, слиток иридия, там плотная свинцовая пластина. Вот некоторые варианты крафтов. Вот можно, кстати, из огненного порошка сделать те же нефрита. А огненный порошок, если не ошибаюсь, то можно в форестере получить. Так, дальше стандартный механизм. Это экстрактор. Ну, по сути, у него основное предназначение это латекс превращать в резину. То есть, если мы просто латекс пожарим, да, там в печке, то выход будет намного меньше, чем мы воспользуемся экстрактором. Если мы используем экстрактор, то из одного лакта получается три резины. Утраивается выход. Это здорово. Кроме того, также здесь есть какие-то особенные крафты. Вот, например, можно из блока глины, как я понимаю, получать четыре таких вот кусочка глины. А еще можно из пороха получать серную пыль, например. Так, ну и наконец добрались до металлоформовочного механизма. Ну, он также является незаменимым элементом для некоторых крафтов. У него есть три режима. Выдавливание, прокатка и резка. Вот, выдавливание в основном используются для производства проводов. Вот, также эти провода можно, например, использовать, ну, для производства использовать ножницы. У меня, наверное, их сейчас здесь нет. Посмотрим. Я покажу, наверное, как эти ножницы выглядят. Сейчас, вот, вот такие вот кусачки они называются. Да, кусачки можно использовать. Можно использовать молоток для крафтов определенных. Вот, но чтобы, допустим, не расходовать молотки и кусачки, можно воспользоваться металлоформовочным механизмом. Вот он в режим прокатки, то есть он как молоток работает. Он, допустим, из слитков производит пластинки. Вот у меня крафты. Оловянные пластинки, медные. А это, в свою очередь, также является элементами для крафта. Вот и, соответственно, оболочки. То есть в металлоформовочном механизме с помощью прокатки мы производим пластины, либо такие вот шаблоны. Так, и что-то еще можно. Ну, в основном пластины и такие вот шаблончики. Вот, это также промежуточные элементы для крафтов. С помощью режима выдавливания мы можем, например, производить провода. Капсулы, кстати говоря, здесь производятся именно в таким вот тоже способом. Консервная банка, забор, как ни странно. И вот такие вот штуки, например. Стержень закаленного железа, стержень там железный. Вот, производятся с помощью металлоформовочного механизма. Вот. Здесь еще есть такой вот наполняющий механизм. Но, наверное, про него я расскажу в другом видео. Собственно, здесь я его использую для того, чтобы получать либо строительную жидкость, либо, соответственно, хладагент. Я думаю, что об этом стоит снять отдельное видео. Вот, если вам это видео было полезно, ставьте лайки, пишите комментарии, что бы вы еще хотели увидеть. Подписывайтесь и жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Спасибо за просмотр. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok